Всего с начала летнего сезона с симптомом острой кишечной инфекции к алматинским врачам обратились 450 человек. Причинами проблем со здоровьем в жару довольно часто становится несоблюдение правил личной гигиены, неправильное хранение продуктов в теплое время года. Также активно размножаются и распространяются различные возбудители кишечных инфекций. О том, как обезопасить себя и ребенка, расскажет заведующая отделением педиатрии 11-й поликлиники Мольдер Ибрагимова. Она сейчас с нами в прямом эфире. Мольдер, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какие заболевания особенно часты в летнее время? Здравствуйте. Да, у каждого сезона есть свои особенности заболевания. В летний период я могу к таким заболеваниям отнести острокишечные инфекции в связи с сезонностью, со спелостью пахчевых культур. Острокишечные инфекции – это обширная группа инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, поноса, интоксикации, а также реже обезвоживания. Источником острокишечных инфекций являются многочисленные группы бактерий, вирусов, которые вызывают дисфункцию кишечника. Основной механизм передачи является фекально-оральный путь. У меня на приеме ежедневно бывает 25 детей. Половина из них обращаются с такими жалобами, как повышение температуры тела, диарея, рвота, боли в животе, вздутие. Мульдора, скажите, какие бы Вы дали рекомендации как специалист? Подход к лечению заболевания данного подбирается индивидуально для каждого ребенка-педиатра. В свою очередь я могу дать такие рекомендации, как соблюдение личной гигиены, правила мыть рук, перед употреблением еды, хорошенько мыть руки ребенку, правильно хранить пищевые продукты, использовать чистую воду. Спасибо, Мульдир. Мы с Вами узнали о том, что жара – это не только обгоревшая кожа или солнечный удар, но и усилитель различных кишечных инфекций. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.